Массовый сев в Карагандинской области стартует в середине мая, но уже сейчас важно предвидеть все возможные риски. Чтобы обсудить имеющиеся проблемы, глава региона Женис Касымбек провел агросовет. Причины роста цен на продукты в Казахстане озвучили и в Министерстве торговли. Одной из них стал фактор сезонности. Это связано с увеличением затрат на хранение и сокращение запасов. В школе-гимназии имени Ахмета Байтурцынова открыли класс Ахметоведения. В учебном заведении прошел форум, посвященный педагогическому наследию великого казахского педагога. Глава государства Касымжумар Токаев подписал указ о дебюрократизации государственного аппарата. Как сообщается, ключевыми принципами определены приоритет сущности над формой. Цифровизация по умолчанию, управленческая ответственность, непрерывное совершенствование и оптимальность регламентации. Указом предусмотрен комплекс системных и прикладных мер, реализация которых обеспечит ускорение принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей госорганов, сокращение документа оборота и отчетности. В частности, государственные органы будут наделены правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне. Важнейшее значение в работе по дебюрократизации имеет цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления. Основным бенефициаром этой работы станут граждане, заявил глава государства. Кроме того, эти меры позволят разгрузить государственных служащих от излишних процедур и процессов, не влияющих на конечный результат, а также обеспечат нацеленность госаппарата на эффективную реализацию политических и экономических реформ. Массовый сев Карагандинской области стартует в середине мая, но уже сейчас важно предвидеть все возможные риски. Чтобы обсудить имеющиеся проблемы, глава региона Женис Касымбек провел агросовет. На встрече в Исакаровском районе собрались сельхозпроизводители из всей области. Пригласили представителей финансовых институтов, которые рассказали о программах государственной поддержки. Приехали ученые Казахского агротехнического университета, специалисты по защите растений, земледелию, семеноводству. Они дали практические рекомендации. Посевные площади в Карагандинской области растут с каждым годом. В этом году они превысят миллион гектаров. Фермеров призвали к соблюдению агротехнологий. От этого зависят урожаи. А государство стимулирует рачительное отношение к земле. В этом году из бюджета выделено более трех миллиардов тенге на субсидии высококлассных семян, минеральные удобрения и гербициды. Понимаем ваш тяжелый, сложный, важный труд. Огромное количество и рабочих мест, и вопросы продовольственной безопасности. Особенно сейчас турбилентное время, когда вы видите, да, во всем мире растут безумные цены на продукты питания, особенно социально значимые. Нестабильность есть международная. Вот именно от вас зависит то, как будет наше население вообще воспринимать ту политику, которую государство ведет. Сегодня обсуждали вопрос субсидий, это еще раз повторяюсь. Государство имеет возможность сегодня такую поддержку оказать, и оно оказывает. По информации областного управления сельского хозяйства, в этом году охват пашней минеральными удобрениями повысился до 40%. Планируется увеличить площадь орошаемых земель. На весенние полевые работы будет привлечено около 20 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Выделено 23,6 тысяч тонн льготного дизельного топлива. В Карагандинской области создан штаб для оперативного решения всех вопросов, возникающих в ходе подготовки к посевной кампании. Его возглавляет заместитель главы области Серик Шайдаров. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Женис Касымбек продолжает отчетные встречи в регионах. Завтра, 15 апреля, глава области встретится с жителями города Сарани и проведет личный прием. Встреча с населением состоится в 15.00 в Доме культуры по адресу город Сарань, улица Жамбыла, 69, дробь 1. Личный прием начнется в 17.00. Для сбора вопросов и предложений от населения создана рабочая группа. Напомним, что глава области Женис Касымбек в этом году проводит отчетные встречи в каждом регионе. На прошлой неделе он встретился с жителями Каркаралинского района. Местные жители говорили о проблемах в жилищно-коммунальной сфере, ремонте школ и сельских клубов, состоянии дорог, нехватки, пастбищ и многом другом. Кроме того, каркаралинцы уже долгое время ждут, когда каждый их дом обеспечит качественным водоснабжением. Чтобы решить эту проблему, в городе строит водовод Жарлы Каркаралинск. В этом году проведут основные работы, а в следующем объект должны сдать. Ситуация с ценами на продукты питания сегодня волнует всех жителей Карагандинской области. И вопросы они адресуют представителям власти всех уровней. На днях с жителями поселка Актау встретился заместитель Акима области Вадим Басин. Заместитель Акима Карагандинской области Вадим Басин встретился с жителями поселка Актау. На встречу он выслушал жалобы и предложения собравшихся. Один из актуальных вопросов – повышение цен на продукты питания. У нас повышаются цены. Кто их проверяет, законно ли это делать. Есть такие перекупщики, которые наживаются на этом деле. По ценам. Ну, сейчас ведется работа, да, сразу не удалось остановить цены. К сожалению, они действительно растут. Растут цену на капусту, на морковь, на сахар, вы знаете проблемы с сахаром, мука. Вот сейчас вы правильно сказали. Но сейчас выделяются деньги из госфонда для того, чтобы закупались со стороны социально-потримальских корпораций вот эти, прежде всего, те продукты питания, на которых идет повышение цен. И по ценам. И как только идет повышение цен, эти продукты, в том числе в городе Миртау, наверняка Актава это тоже касается, они на рынок выставляются для того, чтобы ограничить или снизить, или препятствовать, или, ну, в общем, способствовать тому, чтобы цены не росли, и более того, чтобы цены снижались. Помимо этого, житель интересовал вопрос, касающийся обеспечения поселка теплом, а также информация о ремонтных работах, запланированных на текущий год. Такие встречи, по словам специалистов, не только способствуют укреплению прямых отношений между народом и властью, но и помогают своевременному решению вопросов. В текущем году на благоустройство поселка Актау выделили средства в размере 1 миллиарда 207 миллионов тенге. По сравнению с прошлым годом, бюджет села вырос в три раза. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Причины роста цен на продукты в Казахстане озвучили и в Министерстве торговли. Одной из них стал фактор сезонности. Это связано с увеличением затрат на хранение и сокращение запасов. На стоимость мяса и молочной продукции повлияло удорожание кормов в результате засухи. В Минторговле планируют сократить финансирование стабилизационных фондов и разрешить им закупать только те товары, которые можно хранить – рис, сахар, гречку, соль. Скоропортящиеся товары намерены реализовать по оборотной схеме. При этом цены на продовольствие продолжат расти, отметили в Министерстве. Сегодня чиновники намерены выявить всю цепочку посредников. Подготовили совместный проект приказа. Сейчас он проходит в соответствующие станции, где мы будем отслеживать продукты социально значимые от производителя до торговой точки. То есть всю цепочку посредников мы планируем видеть, кто как накручивает, количество посредников, чтобы понимать, что творится у нас на самом деле. А то эта отрасль осталась совсем, так сказать, под занавесом. Для недопущения дальнейшего роста цен на продукты в стране планируют увеличить льготное кредитование торговых сетей. Кроме того, в Минсельхозе сейчас готовят поправки в закон о торговой деятельности, которые облегчат доступ отечественных производителей на рынки страны. Они также законодательно закрепят ответственность собственников торговых сетей. Сейчас в Казахстане проводится проверка 114 торговых рынков. Ценообразование на торговых рынках страны абсолютно никем не контролируемо. В этой связи мы внесли служебную записку. В настоящее время в целом по стране охвачено 114 торговых рынков проверкой. По Алтынарде в оперативном порядке уже проверка завершается. По результатам контроля выявлено много нарушений, в том числе налогового законодательства, где сумма начислений и взыскания уже превысила, до начисления взыскания превысила 1 миллиард 100 миллионов тенге. Министерством сельского хозяйства также реализуется ряд мер по стабилизации цен и недопущению дефицита товаров на внутреннем рынке. С сентября прошлого года применяются ограничительные меры по экспорту подсолнечного масла и семян подсолнечника. С января вступил в силу приказ о запрете на экспорт крупного и мелкого рогатого скота. Также запрещен вывоз урожая картофеля и моркови. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. В школе-гимназии имени Ахмета Байтурсынова открыли класс Ахметоведини. Кроме того, образовательные учреждения города организовали выставку и представили свои работы в рамках обновленного образовательного проекта. Сегодня в школе-гимназии прошел форум, посвященный педагогическому наследию Ахмета Байтурсынова. В мероприятии приняли участие более ста преподавателей и ученых. В Карагандинской области стартовали мероприятия, посвященные 150-летию основоположника казахского литературного языка Ахмета Байтурсынова. Одним из них стал форум в школе-гимназии имени великого учителя. В нем приняли участие директора школ, учителя, ученые и руководители образовательной организации. Есть даже гости из Кастаная, Павладара и Алматы. В данном форуме принимают участие представители школ других городов, допустим, например, Кастанай, Павладар, гости из Алматы, гости из Алматинского музея имени Ахмета Байтурсынова, директора школ города Караганды и Карагандинской области. Цель данного мероприятия, форума – пропагандировать деятельность великого просветителя, педагога Ахмета Байтурсынова. Мероприятие сначала было посвящено истории школы и проводимой работе, а затем открытию класса Ахмед Тану. Здесь школьники имеют полную возможность дальнейшего изучения наследия Ахмета Байтурсынова. Программа Ахмед Тану внедрена в школе с 2014 года. Кроме того, 14 ведущих школ города организовали выставку и представили свои работы в рамках модернизированного образовательного проекта. Они будут защищать свои проекты, показывать свои модели, которые созданы учащимся их школам. Имя Ахмета Байтурсынова наша школа получила в 2018 году. К данной конференции мы готовимся уже давно, тем более такая большая ответственность, потому что данная конференция проходит на республиканском уровне. В целях пропаганды, жизни и творчества казахского поэта и просветителя управления образованием установила альянс с пятью школами области имени Ахмета Байтурсынова. Теперь они будут проводить различные совместные мероприятия до конца года. Результаты будут объявлены на научно-практической конференции в декабре. Среди студентов и магистрантов IT-специальности карагандинских университетов в Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова прошел Хакатон «Инсайт-2022». Победителями соревнований стали хозяева турнира «Команда ИСЕБА». По словам организаторов, марафон программистов позволяет популяризировать среди студентов и магистрантов перспективные направления программирования, развивать их инновационное и критическое мышление и получать практические навыки, которые помогут как в учебе, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. Время требует, чтобы мы плотно сотрудничали с предприятиями, мы постоянно ведем активную работу в рамках подготовки IT, также мы являемся членами IT-комитета, поэтому наша цель, чтобы предприятия IT преподавали у наших студентов, также они в рамках аудитории и в рамках таких мероприятий, как Хакатон, мотивировали наших студентов, потому что наша основная цель – это подготовка конкурентоспособных татров. В Хакатоне приняли участие 16 команд пяти университетов Карагандинской области. Помимо технического университета, это экономический, медицинский, Карагандинский университет имени Букетова, а также Темиртауский индустриальный университет. Менторами и членами жюри стали представители предприятий-спонсоров, они-то и подготовили задания для участников команд. В то же самое время работа в команде – это следующий уровень вызова. Соответственно, современные программные продукты делаются только в команде, и ребята готовятся к реальным потребностям, которые будут на рынке. Что касается заданий, то от ЭПА мы приготовили задание, которое не сфокусировано на нашем бизнесе, но оно помогает каждому из нас, каждому карагандинцу. Суть задания в том, что мы хотим, чтобы участники Хакатона подумали над тем, каким образом можно увеличить процент переработки вторичного сырья, сдачи сырья, пропагандировали культуру экологичности, и чтобы это пошло в массы. В финал вышли 12 коллективов. По итогам выступлений лучшей признана группа айтишников «Эсеба» из технического университета. Параллельно с решением задач, которые команды реализовывали в специально обустроенных переговорных комнатах, в конференц-зале и двух лекториях представители бизнеса провели презентации своих предприятий и сессию «Вопрос-ответ» со студентами вузов о прохождении практики, написании дипломных проектов и трудоустройстве в компаниях. Андрей Танна, Римон Доголев, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Очередная ярмарка вакансий пройдет завтра в Караганде. Она состоится в Доме культуры «Молодежный», который находится в Пришахтинске. Центр занятости приглашает карагандинцев принять участие в ярмарке свободных рабочих мест. Основной целью ярмарки является повышение уровня занятости населения и сокращение уровня безработицы, а также установление непосредственного контакта работодателей и граждан, ищущих работу. Принять участие в ярмарке могут лица, ищущие работу, в том числе безработные из числа выпускников высших и средних специальных учебных заведений, а также отдельные категории граждан, состоящие на учете в службе пробации, лица с ограниченными возможностями, граждане, имеющие задолженность по алиментам. Ярмарка пройдет 15 апреля в Доме культуры «Молодежный». Начало работы – 14 часов. Напомним, что это будет уже третья городская ярмарка вакансий с начала года, и все они проходили в торговых центрах, где собирается больше всего горожан. Самые востребованные специальности на рынке труда – это квалифицированные рабочие. На ярмарках предлагается около двух тысяч вакансий. В качестве работодателей выступают свыше 30 предприятий и организаций. Помимо непосредственной работы, каргандинцам предлагается пройти обучение. Для посетителей также организуют информационно-разъяснительную работу по вопросам трудоустройства по различным направлениям. Среди них – молодежная практика, первое рабочее место, серебряный возраст. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. Карагандинские полицейские продолжают мероприятие, посвященное году детей. В рамках акции «Я и мой полицейский» в спортивном обществе «Динамо» стражи порядка провели состязания по баскетболу и волейболу среди школьников. С 11 по 15 апреля в Карагандинской области проводится акция «Я и мой полицейский». В рамках акции в спортивном комплексе «Динамо» провели соревнования среди учащихся караганды по баскетболу и волейболу. За призы боролись команды юношей и девушек старших классов. Президентом Республики Казахстан 2022 год объявлен «Годом детей», в связи с чем сотрудниками ювенальной полиции Департамента полиции Карагандинской области с 11 по 15 апреля текущего года проводится акция «Я и мой полицейский». В рамках данной акции в спортивном комплексе «Динамо» проведено соревнование по волейболу, баскетболу среди учащихся школ города Караганды. Такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Состязания прошли в упорной борьбе. Ребята проявили спортивный дух и волю к победе. По итогам соревнований первое место по баскетболу заняла команда школы номер 83, лидерами в волейболе ученики школы номер 88. Всем участникам вручены медали, грамоты, а победители получили памятные кубки. Меня зовут Тагеев Тимур, я учусь в 83-й школе в 9-м классе. Я занимаюсь баскетболом с 4-х лет. В этом возрасте я с дедушкой ходил просто играть на баскетбольное поле, мы с ним просто дурачились, а теперь это мой основной вид спорта. Меня зовут Штетингер Софья, я ученица 8-го класса, 88-й школа. Я очень рада, что наши полицейские проводят акцию, и мы сыграли в соревнованиях. Лично я считаю, что такие соревнования должны проводиться куда более чаще, для того, чтобы укреплять спортивный дух и межличностные отношения между соперниками. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова